Певец Прохор Шаляпин не будет претендовать на многомиллионное наследство своей 42-летней жены Татьяны Клаудии Дэвис. Накануне супруга артиста скончалась в США от осложнений коронавирусной инфекции, которая заразилась вскоре после свадьбы. Артист считает, что должен поступить по совести и оставить все принадлежавшее его покойной жене имущество ее родителям. Об отказе певца от наследства сообщила его мать Елена Колесникова. Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал, я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям, рассказала мать Шаляпина. Колесникова добавила, что Прохор Шаляпин до сих пор в шоке от этой трагической новости и очень плохо себя чувствует. Прохор долгое время был на связи с женой, а потом связь прекратилась, и он общался только с родителями Татьяны. Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует, отметила она. Мать певца рассказала, что жену Прохора Шаляпина похоронят в США. О смерти своей супруги Шаляпин сообщил в Инстаграм. Первую неделю после заражения коронавирусной инфекцией Татьяна Клаудия Дэвис лечилась дома, но после резкого ухудшения состояния певец отвез жену в госпиталь. По его словам, она теряла сознание и была с посиневшими губами. Последние два месяца американская миллионерша провела на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли спасти ее.